В регионе стартовало первенство Ненецкого округа по волейболу среди общеобразовательных организаций в рамках проекта «Волейбол в школу». В соревнованиях примут участие 27 команд. По итогам игр определят победителя и призеров. Наталья Дуркина продолжит тему. Свисток, подача, мяч в игре. На поле встретились две женские команды первой и пятой школ. Девчонки настроены серьезно. Каждый розыгрыш отточен до мелочей. Счет на табло шел практически вровень. Всего на несколько очков отстала команда первой школы. Первый матч завершился победой команды пятой школы. После завершения игры – разбор ошибок. Мы были не собраны. Мы стояли, мы просто могли стоять. Очень много было ошибок на приеме. В прошлом году мы заняли второе место. Сейчас у нас нет тех игроков, которые в прошлом году были. Но тогда была более сильная команда. Несмотря на проигрыш, девочки собираются отыграться. Впереди еще неделя соревнований. Каждый день – новые команды. Самая сильная команда, которая будет играть в нашей категории – это третья школа. Потому что они там все занимаются волейболом. Ну, в принципе, каждый соперник сильный. И нельзя говорить, что кто-то сильнее, кто-то слабее. Все равны. Надо каждого уважать. И у каждого есть шанс победить. Нельзя сказать, что они сильнее. А вдруг мы победим? Может, мы самые сильные. Кто знает? Конечно, самые сильные. Мы будем бороться за победу! Всего в соревнованиях примут участие 27 команд. Это спортсмены школ города, поселков Искателей и Красного. Участники школ остальных населенных пунктов в турнире не принимают участие в связи с эпид-обстановкой. Мы готовились к соревнованиям. Как обычно, часть ребят у нас занимается. Кто-то в лидере, у Ивановича девочки, у Алексея занимается. Кто-то в Норде занимается. Мы еще играем, чтобы общая команда у нас сложилась. Занимаемся в школе, у нас есть тренировки. Ну и таким образом уже выходим на соревнования. Во дворце спорта «Анорд» состоялось открытие первенства Ненецкого округа по волейболу среди общеобразовательных организаций в рамках проекта «Волейбол в школу». В соревнованиях у нас, получается, проводятся по двум возрастным группам. Старшая возрастная группа 2005-2006 года рождения и младшая возрастная группа 2007-2008 года рождения. Получается, все игры в группах по круговой системе, в отличие от младших девушек, у них получается 8 команд, и они поделены на две группы и играют в группах по кругу, затем по системе крест определяют победителя. По итогам наших соревнований команда победителей среди юношей и девушек в младшей возрастной группе будет представлять наш округ на всероссийских соревнованиях «Серебряный мяч» в городе Петрозаводске со 2 по 5 апреля этого года. Напомню, в прошлом году победители младшей возрастной группы представляли наш округ на соревнованиях в Вологде и Петрозаводске.